алё привет дружище привет спасибо спасибо родной спасибо невеста невеста рядом сидит рядом ну конечно счастливая слушай брат а вторая линия давая тебе перезвоню хорошо алё да я теперь не холостяк да спасибо дорогой Особенно по утрам зимой, когда надо идти в школу, а на улице темно и холодно, и от этого становится страшно. Мне так хотелось превратиться в кошку, чтобы спать, свернувшись калачиком, чтобы никто меня не трогал. А теперь я наоборот, я очень боюсь превратиться в кошку. А мне кажется, что я обязательно в нее превращусь. И меня повезут продавать на птичий рынок. Меня посадят в клеенчатую сумку на молнии. Иногда я даже чувствую, как эта железная молния не теряет мне шею. Юра. Юр. Погоди секунду, дружище. Что, Маша? Юра, дай мне слово. Какое слово? Дай мне честное слово, Юра, что когда я превращусь в кошку, ты не продашь меня на птичьем рынке. Маша, о чем ты? Это не глупость. У каждой вещи должно быть свое место. Должно. Жена должна быть дома. А автомобиль должен не ездить. Даже если это очень старый автомобиль. Если он спит под прошлогодними листьями и чихает по утрам. Эй, пора просыпаться. Плимут 27-го года. В путь. В путь. Светофоры подмигивают нам. Выезд на дорогу с односторонним движением. А нам ничего не страшно. Боковой ветер. Дорожные работы. Дикие животные. Падение камней. Дети. Мисколетящие самолеты. Выезд на набережную. Как пахнут сырой листвой откосы. Движение автомобилей запрещено. Не беда. Мы поедем в обход. Мы поедем узким, кривым переулком. И мы не помашем рукой тем, кто смотрит на нас в окно. На нас с тобой, мой плимут. Или в крайнем случае, Оукленд. Мы с тобой молодцы. Ты и я, плюс... Плюс он. Которому я говорю вы. Этот город, который будет долго тянуться за нами. Он будет перегонять, он будет заглядывать в глаза. И из него никогда не выберешься. Субтитры подогнал «Симон»! П рисковка. Это самолеты. Так, ступаться. Он будет менее никаких. Украuff.